Дайвинг На этот раз белорусский дуэт Яна Кытьева и Дмитрий Гаврилов приходит первым. Они буквально вырывают победу у соперников. Очень классная дистанция. Я ее тоже очень люблю. Она захватывающая, я бы так сказала. Потому что это в паре работа. Здесь все надо тренировать. И силу воли, и выносливость, и ловкость. Подводное плавание – редкий вид спорта. В Беларуси его развивает ДОСААФ. Организация известна еще со времен Советского Союза. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. На чемпионате мира в Томске белорусы завоевали второе общекомандное место. В медальном зачете 7 бронзовых, 2 серебряных и 6 золотых наград. 5 медалей различного достоинства в 5 дисциплинах достались спортсменке Яне Кытевой, студентке Белорусского госуниверситета физической культуры. Ее специализация – октопус и триал. 300 триал плывется так. Со старта прыгаешь, на 15 метров оставляешь баллон. 100 метров, как бы оставшиеся, доплываешь кролем сверху. И затем с поворота ныряешь обратно за баллонами. Без воздуха ты должен надеть баллон, выдуть воздух и продолжить дальше плыть. Дмитрий Гаврилов – самый титулованный пловец национальной команды. 20 лет в подводном спорте. На этот раз у него 4 золота. Эти эмоции потрясающие, которые, когда ты выходишь, во-первых, на старт, у тебя чуть не колотится, там сердце, ноги трясутся. И, конечно же, когда ты поднимаешься на пьедестал, а еще если звучит твой гимн, поднимается флаг, это, конечно же, утраивает все эмоции. Победы белорусов не случайны. В стране действуют две специализированные школы по подводным видам спорта – в Минске и Новополоцке. Тренеры уникальные. Некоторые из них провели полжизни под водой. Я сам лавал в Новосибирске, в спортивном клубе «Армия». В 1978 году стал плавать с командой Беларуси. Была такая еще дисциплина подводное ориентирование. В 1984 году мне предложили просто приехать в Беларусь и уже непосредственно заниматься тренерской работой. Традиции в подводном спорте сформировали, можно сказать, современники. В 1958 году в Крыму состоялись первые всесоюзные соревнования, а уже на следующий год была создана Всемирная конфедерация подводной деятельности. Председатель – знаменитый Жак Ив Кусто. Весь опыт, накопленный предыдущими поколениями спортсменов, ДСАФ бережно сохранил. Но вместе с наработками советской школы осваиваются и новейшие методики подготовки спортсменов. Каждому перспективному пловцу индивидуальный подход. Кого-то надо, ну, как сказать, подколоть, чтобы завести его, кого-то, наоборот, может успокоить, сказать, что ты можешь, давай, нужно просто выложиться, нужно там, ну, и по техническим каким-то вопросам, что там надо на финише прибавить, там постараться, там, как там старт сделать, нырнуть побольше. Я считаю, развитие хорошее получает спортсмен. Яна Кытьева знает, каждая маленькая победа на тренировках приводит к большой. Каждый день две тренировки по три часа, один выходной в неделю. Сильная сторона подводного спортсмена – выносливость. Но к Яне это качество пришло не сразу, ведь в подводном спорте она оказалась фактически случайна. Это было очень давно, 13 лет назад. Пришли в школу, как вы сказали, пойдем поплаваем с трубочкой, ну, я и загорелась. В общем, и больше я ничего не пробовала. Только подводное плавание. А с подводного плавания уже в 2021-м перешла на дайвинг. Подводный спорт разделен на несколько подвидов. Подводное ориентирование на открытой воде, дайвинг и плавание в ластах. Сейчас в мире развивается фридайвинг. Это ныряние без баллона, только на задержке дыхания. А также подводный хоккей, подводная борьба, подводная охота, как виды спорта. Но в школах ДСААФ придерживаются классических дисциплин и готовят, как показывает практика, чемпионов. Многие, как и Яна, сначала приходят в Минский или Новополоцкий бассейны ДСААФ просто поплавать с трубочкой. А потом нацеливаются на спорт высоких достижений. Воспитанники ДСААФ уже поднимаются на пьедесталы соревнований самого высокого ранга и заданную планку нужно держать. Так как очень много молодежи, участвуя в чемпионатах Европы и мира, завоевывают призовые места, так как у нас много спортсменов, которые имеют высокие спортивные результаты, в том числе и заслуженные мастера спорта, конкурс в школы по водным видам спорта большой. Поэтому мы рады, что можем привлечь большое количество молодежи в наши клубы. И теперь одна из основных задач для нас – это сделать так, чтобы в нас появился свой ДСААФовский бассейн. Белорусские спортсмены показывают отличные результаты и в одной из самых зрелищных дисциплин – плавании в ластах. Это очень популярный вид подводного спорта. Он официально признан Международным Олимпийским комитетом. В Беларуси под эгидой ДСААФ уже более 40 лет готовят спортсменов для этого вида. Он имеет три подразделения – подводная часть, надводная часть и плавание кролем. Подводная часть – это 50 метров проплывается на одном дыхании, 100 и 400 метров – с аквалангом. Надводная часть – это дельфином проплывается с трубочкой, дышишь через трубочку, и там уже дистанции от 50 до 800, далее идут марафонные дистанции, там и 6 километров, и 12. Подводное плавание – один из тех видов спорта, в котором практически не бывает травм. Движения ластами развивают гибкость, силу, укрепляют позвоночник, суставы и не только. Плавание излечивает людей от хронических болезней. Занимаясь с профессиональными спортсменами, тренеры школ ДСААФ разработали оздоровительную программу для детей и подростков. Цель – закалить, научить, как вести себя на воде, привить интерес к физкультуре и спорту, в буквальном и переносном смысле показать, как расправить плечи. Я даже с такими вещами сталкивался, что юноши, девушек приводили мне, у которых астма была. Вот. Они как бы излечивались от астмы. Есть даже такой прибор, который лечит астму. Но это тоже, в принципе, что вот мы плаваем с трубками. Увеличенный столб углекислого газа, вот он дышит. Вот мы с трубками плаваем, так скажем, развиваются, легкие. Подводный спорт доступен. Для занятий не нужна дорогая экипировка. Только плавательные принадлежности, очки и ласты. Набор в группы проводят с 8 лет. Тренеры утверждают, нет разницы в том, какого ребенок роста и веса. К тому же лишние килограммы быстро уходят. А главное, меняется характер. Жизнь наполняется борьбой. Отвоевать у соперника в доли секунды – всякий раз маленькая победа. А значит, радость и отклик на труд тренера. А проверить себя можно участием в первенство. Самое сложное – это терпение. Просто уже хочется остановиться, но ты должен себе сказать «нет». Кто-то там плывет в соседнем бассейне, в соседнем городе, стране, и он не останавливается. И ты не должен, чтобы поднимался твой именно флаг, а не его. Под водой человек ощущает себя невесомым почти как в воздухе. В воде можно заниматься дольше, чем на суше. Физические нагрузки переносятся легче. Вода – одна из стихий ДОСААФ, которая позволяет и проявить себя, и укрепить здоровье. Когда родители думают о физическом развитии, да и в целом о будущем своих детей, они далеко не всегда помнят о таких возможностях, как плавание. Перебирают другие виды спорта – футбол, хоккей, легкая атлетика, различные единоборства. В то же время все это дисциплины, в которых жестче и требования, и конкуренция. Да и количество тяжелых травм у спортсменов, как правило, большое. В плавании же опасностей практически нет, а плюсов так много, что иногда кажется странным, что оно вообще имеет конкуренцию. Так что будущее этого вида спорта в Беларуси видится вполне перспективным. Тем более, что есть такое мощное и проверенное организационное начало, как общество ДОСААФ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok